Авиакомпании предлагают создать единую программу медицинского тестирования, информирует Евроньюз. Представители крупнейших авиаперевозчиков мира, Люфганза, United Airlines, American Airlines, British Airways и другие, направили совместное письмо руководства США и Евросоюза. В нем высказывается предложение создать единую систему проверки здоровья пассажиров. Это вернет уверенность в безопасности и поможет возобновить трансатлантические перелеты. Сам механизм быстрой проверки уже отработан. Достаточно сформировать единую информационную базу, говорится в статье. Закрытые из-за пандемии границы разлучили сотни семей. Издание New Yorker рассказывает историю Бена и Эбби Розенбергов, бруклинской пары, которая в апреле ждала появления на свет малыша от суррогатной матери в Украине. 15 марта Украина закрыла свои границы. Розенберги были уверены, в худшем случае они пропустят рождение своей дочери. Но в Министерстве иностранных дел на запрос американцев ответили, что скорее всего попасть в страну они смогут только в сентябре. По украинскому законодательству, если биологические родители не забирают малыша из роддома в течение месяца, его отправляют в детский дом. Розенберги оказались не единственными, кто попал в такую ситуацию, пишет журналистка Лизя Видиком. Цитата. «Когда транспортное сообщение было остановлено, родители по всему миру внезапно оказались на расстоянии тысяч километров от новорожденных, которые на самом деле были их биологическими детьми», говорится в статье. Коммерческое суррогатное материнство становится все более популярным, но в большинстве стран является незаконным. В результате каждый год тысячи будущих родителей выезжают за границу в страны, где эта технология разрешена законодательно. COVID-19 поверг эту и без того непростую систему в хаос. Официальной информации о том, как много новорожденных по всему миру оказались отрезаны от своих родителей, нет. Но по некоторым данным в США по меньшей мере 200 малышей, за которыми ухаживают суррогатные матери, дальние родственники или няни. По сведениям журнала «Нью-Йоркер», украинская сторона сообщает, что с начала пандемии в стране застряло не менее 125 детей. Чем питался Чингисхан? Новые археологические находки позволили заглянуть в рацион монгольского завоевателя. Его привычки в питании оказались неожиданно приземленными, сообщает немецкое издание «Зюдойче Цайтунг». Вокруг личности одного из величайших правителей мировой истории до сих пор много тайн. Как он выглядел, точно неизвестно. А историки и археологи до недавнего времени спорили о том, где именно Чингисхан готовил свои долгие захватнические походы. Теперь найдены признаки того, что степь Аварга на востоке Монголии действительно была местом зимовки Чингисхана, как и говорится в легендах. Изотопный анализ останков из различных районов в Аварге позволил команде археолога Джека Феннера из австралийского национального университета заглянуть в будни монголов. Цитата. «То, что люди и животные некогда употребляли с пищей и водой, и что затем откладывалось в костях, зубах и волосах, дает информацию о социальных структурах общества. Сравнение данных из Аварги с другими местами раскопок в Монголии показывает, что в питании различных общественных слоев не было больших отличий», пишет немецкая газета и подводит итог. Элита, несмотря на доступ к множеству благ, питалась так же, как простые люди, в основном мясом и продуктами животного происхождения. Как минимум, в этом пункте могущественный Чингисхан был похож на своих всадников, добавляет Зюдойче Цайтунг. Кризис четверти жизни. О переломном периоде, который переживают современные 25-летние, пишет издание «Фигаро», ссылаясь на газету «Трибюн де Женев». В отличие от кризиса среднего возраста или кризиса середины жизни, кризис 25-летних менее радикальный и зрелищный, потому что большей частью его переносят в тишине. Тем не менее, он также широко распространен, а пандемия может усилить это явление, считает автор статьи Николя Пуансо. Согласно исследованиям психолога Оливера Рубинсона, профессора Гринвичского университета, такой кризис пережили 70% британца в возрасте от 25 до 33 лет. Этот возраст нередко связан с потерей идентичности, поскольку человек уже не является членом родительского дома, но все еще считает себя достаточно молодым для вступления в брак и рождение детей. Похожий период интеграции, приводящий к статусу взрослого человека, сейчас удлинился. Цитата. «У современных молодых людей поле возможностей расширилось по сравнению с предыдущими поколениями. Сегодня мы можем сделать гораздо больше, но оборотной стороной этой свободы является то, что нужно самому выбирать, самому все строить, а это значительные умственные и экономические усилия», — говорится в статье. Между тем, по данным опросов Оливера Робинсона, 80% людей в возрасте от 25 до 33 лет, переживших такую фазу, считают, что это был положительный опыт, позволивший им достичь гармонии с собой и миром. Есть и еще одно преимущество — кризис 25-летних, судя по всему, дает определенный иммунитет против кризиса среднего возраста.